Дорогие коллеги Дорогие коллеги Дорогие коллеги Дорогие коллеги Дорогие коллеги Дорогие коллеги пока эксперты Всемирной Организации Здравоохранения согласились с определением Международной Федерации Диабета. Но самое главное, первая фраза в слово – это группа. То есть мы не можем сказать, что это одно заболевание конкретно. Это группа метаболических заболеваний, которые характеризуются, их объединяет хроническая гипергликемия. И естественно, что вы все знаете инсулин – сахароснижающий гормон. Значит, почему возникает в любом случае это гипергликемия? Естественно, это результат либо дефицита инсулина, либо, как говорится, нарушения секреции инсулина, например, и так далее. Либо нарушения гормонрецепторных взаимосвязей, резистентности и тому подобное в этом плане. Но самое, как говорится, важное – это то, что хроническая гипергликемия любого происхождения представляет собой угрозу для организма. И угрозу в плане поражения органов мишеней. В свое время, вот именно это поражение органов мишеней, в 15-м году этого столетия, мною было написано сага. Это сага не такая масштабная, как вам у всех на слуху сага о форсайтах или ругон-макарах. Нет, много времени не отнимает, это 4 строчки. Но прочтите все это акростихом, сага. И вы здесь как раз видите внизу предложение этих органов поражения. Слепота – первая группа от слова сага. Каждый пятый слепой планеты вследствие сахарного диабета. Слепых в мире не сотни тысяч, а миллионы, правильно? Следующее – это ампутация конечности. Каждый седьмой ампутант планеты вследствие хронической болезни – это тоже больной с сахарным диабетом. В третьей букве в этой саге как раз буква Г – гемодиализ. Каждый третий нуждающийся в, например, программном гемодиализе или, предположим, трансплантации почки и так далее – это больной с сахарным диабетом. То есть гипергликемия – ведущая причина развития терминальной почечной недостаточности. И, наконец, не зря здесь опять фигурируют, смотрите, кровеносные сосуды в конце. Правильно? Аортокоронарное шунтирование – последняя буква А в этой саге, да? Или там стентирование ЧКВ. Каждый четвертый подвергающийся хирургической ревоскуляризации миокарда – это больной с сахарным диабетом. Вот оно в чем дело. И если мы посмотрим, касается ли нашей страны эта тревога или нет, вот вы здесь видите, например, да? Есть здесь диабет первый, тип второй и другие типы, куда мы относим, в том числе панкреатогенный диабет. Это российский регистр, что таким образом где-то 4,5 миллиона больных с сахарным диабетом по федеральному регистру. Но вы обратите внимание, что 90 тысяч практически – это другие типы сахарного диабета. Но можем ли мы считать, что это исчерпывающие данные? Ни в коем случае. Главный эндокринолог страны Академик Дедов Иван Иванович, что он объявляет? Что в стране 9 миллионов больных с сахарным диабетом. Что нам демонстрирует крупнейшее эпидемиологическое исследование Нейшн? 6 миллионов. А что нам говорит Международная Федерация Диабета? Что Российская Федерация по, скажем, угрозе в отношении сахарного диабета занимает пятую строчку в десятке стран. Это после Китая, Индии, Соединенных Штатов Америки и Бразилии. И что у нас 12 с лишним миллионов больных с сахарным диабетом. Вот такая ситуация по сути. И если я сказал другие типы, первый тип и так далее, второй тип, вы видите классификацию Всемирной Организации Здравоохранения. Не будем мы детализировать, и времени у нас не так много, но сахарный диабет первого типа еще в былые времена называли диабетом тощих. То есть характеризуется бурным снижением массы тела из-за резкого падения инсулина, из-за, можно сказать, вот этой аутоиммунной мощной агрессии, это аутоиммунное заболевание к бета-клетке, гибель, апоптос, повальный бета-клеток и дефицит инсулина. Напоминаю вам, гастроэнтерологам, очень полезная вещь, что, хотя всем кажется, вернее не кажется, а так и предполагают, что инсулин сахароснижающий гормон. У него есть другое действие, которое в 10 раз превышает его сахароснижающее действие, его основное действие, это антилиполитическое действие. Поэтому, естественно, падение секреции, это, конечно, бурный липолиз и похудение. Второй тип сахарного диабета, нет там такого мощного апоптоза бета-клеток ускоренного. Все это идет очень медленно, в основе не лежит, как говорится, этот факт. У них даже часто гиперинсулиномия, избыток инсулина. Но при этом, естественно, резистентность к собственному инсулину, естественно, и экзогенно вводимому и так далее. Вот вам, пожалуйста, второй тип диабета, который до типирования называли диабетом тучных. То есть, если то тощих, это тучных. Почему? Избыток инсулина. Это компенсаторный избыток организм предполагает, что возможно, путем компенсации вот этой низкой чувствительности, количеством инсулина преодолеть этот рубеж нечувствительности. Вот вам и гиперинсулинизм до тех пор, пока железа, поджелудочный, инкреторный аппарат способен еще вырабатывать. Вот, значит, какие-то есть процессы, которые как хлыст, значит, вот так стимулируют эти бета-клетки. И поэтому инсулин антилиполитический гормон, им не удается худеть. Инсулин жиросинтезирующий гормон, стимулирующий липогенез. Вот они и тучные в этом отношении, правильно? Ну, не будем останавливаться на гистационном диабете, довольно частые явления. А вот другие специфические типы сахарного диабета. И среди них, вы читаете, да, что имеются заболевания экзокринной части поджелудочной железы. Значит, и вы посмотрите, здесь непосредственно пишут все те заболевания поджелудочной железы, которые могут привести к развитию, к поражению в том числе инкреторного аппарата, островкового аппарата, панкреатит, травмы, панкреатектомии, опухоли поджелудочной железы, муковисцидоз, вы видите, гемохроматоз, фиброкалькулезная панкреатопатия. Сегодня как раз говорили об этих калькулезных, как говорится, процессах, которые происходят. Действительно, это часто. Другие, вы гастроэнтерологи, знаете, что этим не исчерпываются заболевания поджелудочной железы, а цинарного аппарата, естественно, и другие в том числе играют очень важную роль в этом плане. Итак, посмотрите, сколько специфических каких-то типов сахарного диабета, почему я начал с того, что это группа метаболических заболеваний. И поэтому, когда диагноз, формулировка пишется, посмотрите, не просто, если это вы точно уверены, мы уверены, что это тип 1, тип 2 фигурирует, а если нет, тогда сахарный диабет вследствие хронического панкреатита, вследствие субтотальной или тотальной панкреатектомии, например, вследствие калькулезного, например, там, скажем, вот, фиброкалькулезного процесса поджелудочной железы и так далее. То есть это надо писать. Я не буду на этом останавливаться, потому что это вы, Юрий Александрович, конечно, скажет и так далее, но вот на этом я бы хотел, как говорится, слегка остановиться, потому что действительно, видели, вопросительный знак, панкреатогенный диабет, существует он или нет в этом отношении, да? Американская диабетологическая ассоциация наиболее влиятельная и крупнейшая, значит, сегодня среди всех национальных диабетологических ассоциаций. Ее конгрессы собирают до 25-28 тысяч делегатов ежегодно в июне месяце в разных городах Соединенных Штатов Америки. И вот смотрите, ADA в 2006 году внесла, ведь не так давно, 2006 год, в классификацию сахарного диабета, как его причину раздел болезни экзокринного аппарата поджелудочной железы или экзокринной части. Вот я вам только что показал, да? И сказал, что это 99-го года классификация с добавлениями. Вот поэтому мы и добавляем и так далее. И там уточняет ADA, что любой процесс, диффузно повреждающий поджелудочную железу, может вызвать диабет. И отнесся к таковым, и отнес к таковым панкреатит, травму, инфекцию, панкреатектомию, панкреатическую протоковую аденокарциному, кистозный фиброз, гемохроматоз, и на этом точку не поставил, да в чем ты даже, и так далее. А вот в 2011 году эта же Американская диабетическая ассоциация классифицировала вот такой сахарный диабет вследствие болезни экзокринной части поджелудочной железы, как сахарный диабет типа 3С, вот так, да, или 3С, как у нас говорят и так далее в этом отношении. Эпидемиология, если посмотреть, смотрите, довольно высокая, правильно? Если мы обратим внимание, что сахарный диабет при хроническом панкреатите 40-60%, но здесь возникает вопрос, и неужели это панкреатогенный диабет, вот такой огромный процент и так далее в этом отношении, в то время, когда официально во всем мире признано, что около 90% в структуре сахарного диабета – это второй тип сахарного диабета, то есть тип 2, который, казалось бы, не имеет отношения к панкреатиту и тому подобное в этом отношении. Вот. Ну и, конечно, в клинической практике мы видим, что действительно самые частые причины – это хронический панкреатит, это рак поджелудочной железы или там наследственный гемохроматоз в этом отношении. Ну, патогенез, конечно, вам опять же, мне кажется, Юрий Александрович, вы остановитесь на этом и так далее, поэтому я не буду детализировать. По сути, здесь те заболевания, которые были перечислены мною и так далее, но я хотел бы вам сказать, вот здесь нормальная ситуация, да, как оказывается, секреция ацинарных клеток, да, скажем, гормонами островковых клеток и так далее, вот регуляция, как происходит, взаимная в нормальной поджелудочной железе. Это чрезвычайно важный момент в этом отношении. Вы здесь видите, что, оказывается, роль играет существенную роль в регуляции секреции, например, в тех же ацинарных клеток. Вот о чем разговор, да, то есть они взаимно, совершенно взаимодействуют. А если вы посмотрите, например, при остром, например, да, панкреатите и тому подобное, здесь уже воспаление, и вы видите, какие грубые нарушения происходят в этом отношении. Но в любом случае, даже в этой ситуации, инсулин способен каким-то образом влиять на этот процесс, соответственно. А вот, пожалуйста, уже три, вот это третий тип, как мы говорим, сахарного диабета. Потеря взаимной защиты между ними, то есть полностью разрыв произошел между островковым, как говорится, аппаратом Лангерганса и, естественно, ацинарной частью и тому подобное. Здесь уже и, пожалуйста, что в исходе будет? Фиброз. Фиброз играет ли роль, таким образом, нарушение инкреторной функции поджелудочной железы, формирование фиброза? Или мы не будем считать, что аппарат этот здесь ни в коем случае и так далее? Очень дискутабельный вопрос, но, в принципе, мы видим подобные вещи в этом отношении. Ну, я еще несколько буквально слайдов продемонстрирую, это очень важное, например, и так далее, потому что вы здесь видите таблицу, немною придуманную и нарисованную, где наряду с сахарным диабетом тип 1, тип 2 официально исключены все другие типы, но включен третий тип сахарного диабета. Их особенности течения в этом отношении. Вот смотрите, например, если вы посмотрите, тип 1, еще раньше его называли инсулинзависимый сахарный диабет. Тип 2, раньше называли инсулиннезависимый сахарный диабет. Я вам должен сказать, что вклад нашей страны очень важный был для того, чтобы ликвидировали эти понятия инсулинзависимый, инсулиннезависимый. И не с хорошей точки зрения. Я вам могу объяснить. У меня была встреча, он сам, как говорится, спешил ко мне на встречу годы тому назад. Это был человек из Всемирной Организации Зарахань, курирующей Восточную Европу и нашу страну, так называемый Исувкалу, который в Копенгагене пригласил меня в определенное место. Мы встретились, значит, за чашечкой кофе. И мне сказал, есть ли объяснение в ВОЗе удивлены по эпидемию детского диабета у российских старух. Я вам дословно. Вы понимаете? Почему это было сделано? Потому что 20 лет эта старуха, как он выразился, была на таблетках по второму типу сахарного диабета. У нее уже произошло истощение инсулярного аппарата. Ее перевели на инсулинотерапию и написали инсулинзависимый. Теперь сахарный диабет. А инсулинзависимый диабет – это первый тип диабета с абсолютным, аутоиммунный диабет, и который, естественно, пророгатива детей, юношей и подростков. Вот почему такой вопрос был поднят и тому подобное. Ну, хорошо. А теперь поэтому и лучше типировать, потому что второй тип может инсулинотерапию получать, но это не значит, что он инсулинзависимый. Он стал инсулинпотребным. Итак, обратите внимание, да? Кетоацидоз. Очень часто фигурирует, что панкреатогенный сахарный диабет не вызывает кетоацидоза. А вот, например, скажем, первый тип – это общепризнанный часто. Второй тип – реже, но возникает его, например. Далее, значит, что гипергликемия при сахарном диабете первого, да и второго типа, значит, и так далее, довольно выраженный, а, мол, панкреатогенный диабет, он не дает столь резкие колебания вот этой гликемии, например, в этом плане, да? Вот. А вот гипогликемии, которые якобы при втором типе не так часто, а вот как при первом типе панкреатогенный диабет дает такие же частые тяжелые гипогликемические состояния, скажем, и так далее. То есть, я вам скажу, что такие вот различия какие-то действительно присутствуют в этом отношении. Но вот самое главное, обратите внимание на последнюю строчку в этой таблице – глюкогон. Глюкогон. При обоих типах сахарного диабета, первый тип, второй тип, альфа-клетки островкового аппарата не повреждены. Есть непосредственно либо перегрузка, либо, как говорится, аутоиммунная агрессия на бета-клетки, на бета-клетки. И поэтому альфа-клеточная секреция глюкогона абсолютно нормальная у них. А вот при панкреатогенном здесь уже оно совершенно поражается. Не просто альфа-клеточный, бета-клеточный аппарат, но и альфа-клеточный, и глюкогона недостаточно. И панкреатический пептид, так называемый, или полипептид, даже диагностическим критерием является, потому что действительно он снижается. Поэтому, несмотря на возможное сходство с диабетом первого и второго типа, панкреатогенный диабет имеет уникальную структуру гормональных и метаболических характеристик, высокую частоту панкреатической протоковой адедокарциномы, естественно. И я вам должен сказать, что вот эти процессы переваривания, которые свойственны нарушениях и так далее при панкреатите, оно действительно, оказывается, приводит к нарушению так называемых инсулино-тропных гормонов. Но не будем забывать, вы понимаете, до почти конца 20 века у всех было мнение, что, да, эндокринные железы регулируются периферически из гипофиза тропными гормонами, а вот поджелудочная железа, которую относят эндокринологи к классическим железам внутренней секреции, учитывая этот аппарат, да, что нет, у того нет, значит, тропного гормона. А кто тогда регулирует секрецию инсулина? А уровень глюкозы? Высокий или низкий, соответственно, будет реагировать альфа-клетка на низкий или бета-клетка на высокий. А что конец 20 века, 80-е годы? Инкретины. Инкретины – это инсулино-тропные гормоны, вырабатываются в клетках кишечника, Л-клетки, К-клетки, скажем, и тому подобное. И они являются инсулино-тропными гормонами. Такого слова ни в каком языке нету. Это француз Лабар придумал. Инкретин. Первые две буквы «ин» от слова «кишечник», «интестин». Последние две буквы «ин» от слова «инсулин». И в середине «клет» от слова «секрэйшн». То есть кишечная стимуляция, секреция и тому подобное. И вот оказывается, что действительно, ну а как может кишечное нарушение, процессы переваривания, ферментативное недостаточно, не сказаться на вот эту важнейшую функцию? И тут я, конечно, уже приближаюсь к концу, я вам скажу, что там, где было 60-70% панкреатита и тому подобное и так далее у этих пациентов, да еще процессы малябсорбции, которые характерны у диабетиков в этом отношении, а вот и оказывается, почти в 80% случаев патогенеза диабета второго типа это снижение вот этой инкреторной функции, таким образом, кишечной и тому подобное. Есть рабочая группа «Панкреасфест», вам хорошо известная и так далее, которые в 2012 году действительно дали рекомендации, в том числе и в отношении лечения, и поэтому подходы к терапии, я уже заканчиваю, да, в общем, это полностью отличается от того, что еще несколько лет назад мы говорили. А мы что говорили? Панкреатогенный диабет, инсулинотерапия. Сейчас, конечно, от этого отошли. Мы говорим, что группа этих пациентов гетерогенна, ряд из этих пациентов могут действительно и принимать и сахароснижающие препараты, в том числе вам известные не только, скажем, сенситайзеры, скажем, типа метфармин, скажем, но и даже секретогены или секретоги, как их называют сульфанилмочевина, глинида и так далее, и в том числе новейшие инновационные препараты, которые могут быть. А вот контроль за гипергликемией ничем не отличается от других типов сахарного диабета, и в целом надо добиваться и контролировать ежеквартально гликированный гемоглобин. Он должен быть меньше 7%, естественно, у этих пациентов, для того, чтобы предотвратить вот эту сагу, о которой я вам сказал в этом отношении. Ну, конечно, если, например, фиброзно-кистозный панкреатит и так далее, где уже практически абсолютный дефицит инсулина, да, эти пациенты нуждаются в инсулинотерапии. Спасибо большое, Нашот Мусаилович. Вы знаете, у меня вот лишнее, я не буду комментировать эту речь совершенно замечательную, только скажу, что у меня лишний раз утвердилось мое личное мнение о том, что панкреатит приходит из кишки. Мы с Юрием Александровичем, так сказать, спорили, не спорили, но полагаю, что все-таки я лидерство-то держу пока. Видимо, так и будет. И вот все-таки, Ашот Мусаилович, есть ли у вас, как у эндокринолога, отчерченные рекомендации по гастроэнтерологу, по диагностике и ведению пациентов? Вот ваши личные рекомендации. Спасибо большое. Моя рекомендация на первом месте. Есть у вас пациент с хроническим панкреатитом любого генеза, обязательно необходимо смотреть гликемию, при необходимости даже провести глюкозотолерантный тест или гликированный гемоглобин. Вот вам, пожалуйста. Потому что нередко вы на фоне обострения поступают, как правило, в клинику. А когда обострение, они вынуждены соблюдать какую-то диету, которую они хорошо знают. И придя в клинику, лаборатория вам показывает хороший, нормальный, натощак показатель гликемии. А кто отрицает, что соблюдение низкокалорийной диеты, скажем, и так далее, и лишение всяких там жирных блюд и тому подобное, которые действительно инсулино-резистентность вызывают в этом отношении, что будет нормализоваться. Но гликированный гемоглобин, который в три месяца раз мы изучаем, и это естественный интегральный показатель постпрандиальной и натощаковой гликемии, вам подскажет, что оказывается у этого человека сахарный диабет, или если не сахарный диабет, а преддиабет, что это нарушение углеводного обмена, которое будет усугублять и ухудшать течение того же панкреатита, если мы не будем компенсировать это нарушение. Вот это было бы мое, как говорится, требование гастроэнтерологам, чтобы это делали. То же самое касается эндокринологов, кому я всегда говорю. Пациент с сахарным диабетом, поступивший в клинику, необходимо исключать панкреатит у этого пациента. Естественно, что и у нас. То есть это абсолютно взаимно. Спасибо. Еще вопрос, если можно, нашот Мусаилович. Гипогликемии, вот эта проблема, при каком варианте диабета наиболее часто встречаются? И есть ли особенности при 3С диабете, купировании и введении пациента? Спасибо большое. Это является одним из самых актуальных проблем современной диабетологии. Это есть самый серьезный барьер в назначении антидиабетической терапии. Как барьер, существующий перед врачом, так и перед пациентом. Именно этот барьер, гипогликемия, как говорится, нарушает приверженность пациента к терапии, которую мы назначили, испытав однажды, они, естественно, бросят, как говорится, принимать препарат, либо дозы будут убавлять и тому подобное. Гипогликемические состояния имеют классическую характерную картину, соответственно. И это классика, это потливость, тремор, скажем и так далее, чувство голода, тахикардия, естественно, да, в этом плане, который возникает и в тяжелых случаях, естественно, спутанность сознания вплоть до коматозного состояния. Но у лиц пожилого возраста гипогликемические реакции могут приобрести абсолютно нетипичную картину. Это может быть, например, картина артериального гипертонического кризиса. Это может быть загрудинная боли и стенокардия. Гипогликемия – это мощнейший стресс, на который реагирует симпатоадреналовая система. И в частности катехоламины, которые являются сахароповышающими гормонами, правильно, в этом отношении? Это они гликогенолиз осуществляют, естественно, немедленно для того, чтобы... И вот этот выброс катехоламинов у этих людей – это спазм коронарных сосудов, это боли загрудинные, это подъем артериального давления и так далее, как следствие. Поэтому необходимо учесть, что могут быть вот такая картина. Естественно, здесь вопрос стоит такого врачебного мастерства. Врачебное мастерство, требование появилось тогда, когда у нас с 2000 года, совсем недавно, появилось большое количество антидиабетических препаратов разных классов, которые имеют низкий риск развития гипогликемии. Значит, лучше прибегать к таким препаратам. Если же гипогликемия возникла, то, естественно, таким пациентам необходимы легкоусвояемые углеводы, которые пациент должен знать, и особенно панкретогенный диабет, у которого риски гипогликемии весьма высоки, они с собой должны всегда в кармане, в сумочке и так далее иметь легкоусвояемые углеводы, естественно. Но мы лучше всего считаем, если нет противопоказаний со стороны вас, и так, что это может быть сок. Сок. Маленький пакетик, вы знаете, с трубочкой, их продают и так далее. Потому что сахар и все другие, они могут дать супрафизиологический, значит, подъем гликемии, а сок легко всасывается, быстро купирует. Спасибо, Ашут Муслович. Только что мы увидели пример, что можно пытать до бесконечности, и мы получим все больше и больше новой информации, клинической информации. И совершенно очевидно, что мы не зря сегодня свели в этой аудитории эндокринолога глубоко уважаемого и маститого нашего, можно сказать, главного представителя, панкреатолога России. И лично я в этом уверен. Прошу прощения у Гривеня Миновича. Что ответит наш критически настроенный коллега, Юрий Александрович, пожалуйста. Не надо меня так уж противопоставлять. У меня, тем более, осталось две минуты. Испугался. Я хотел уступить трибуну следующему симпозиуму, потому что выбрали все время, позже начав. Но две минуты это очень мало, поэтому я скажу, наверное, следующее. Поскольку у меня нет возможности при прямой дискуссии задавать вопросы Ашот Мусайловича и получать ответы у нас на это нет времени, я думаю, что я от себя скажу, что вопросы панкретогеново-сахарного диабета на съездах эндокринологов, по крайней мере, в России, думаю, что они являются большей представленностью докладов и симпозиумов. То есть эта тема недооцененная на сегодняшний день, а проблемы с этим связаны заключаются в том, что мы сегодня, работая по клиническим рекомендациям РГА, назначаем тесты на гликирный гемоглобин нашим пациентам с хроническим панкреатитом. Мы рекомендуем расширять диету нашим пациентам с хроническим панкреатитом, а врачи-эндокринологи не считают нужным за этими пациентами наблюдать. Поэтому у меня просто, ну как минимум, следующая просьба, как ведущему специалисту, как руководителю нашей кафедры, нашего университета, как ведущему специалисту в стране, немножечко расшевелить ситуацию в вашей среде. Давайте вместе попробуем эту тематику шире освещать на симпозиумах, больше встречаться, больше обсуждать. Потому что сегодня первый такой опыт, пусть он будет чуть-чуть комом, но, по крайней мере, Владимир Борисович Гриневич оказался счастлив, будучи модератором, потому что если мы пациенту с сахарным диабетом даем адекватное количество ферментных препаратов, наших препаратов, у него улучшается пищеварительная функция, у него улучшается гликемия. Если мы наблюдаем адекватно за состоянием гликемии у наших пациентов, у них лучше прогноз, у них дольше продолжительность жизни. Поэтому нужно вместе с инкринологом работать и нужно ставить чаще диагноз 30 диабета, не стесняться этого, потому что это отдельная форма диабета, которую можно лечить и инсулином, и не только. Спасибо. Дорогие коллеги, полагаю, что достижение главной сегодняшней встречи, уважаемых людей, что мы привлекли очередной раз внимание к этой проблеме. Это действительно проблема. И у меня уже теперь еще сложилось второй пункт, вторая римская цифра. 3С диабет, сахарный диабет третьего типа или панкреатогенный, это, если брать эндокринолога и гастроэнтеролога, такой пирог, который чем больше кусаешь, тем больше остается в плане проблематики. И мы, поскольку клиницисты, то наша задача первая – особое внимание и выполнять рекомендацию Ашот Мусаиловича, уровень гликемии отслеживать очень пристально, при первых же сомнениях обращаться к эндокринологу за консультацией и эту когорту пациентов выводить в особый пул, который требует, видимо, более тщательного и более частого наблюдения. Если кто-то не согласен или имеет особое мнение, то, пожалуйста, мы можем, пожалуйста, предоставить слово. Виктор Викторович. Сверху, Виктор Викторович, Москва. А Вы поддержите? Спасибо. Вот я как хирург, что я услышал из совершенно замечательной, ну, такой, речь, прежде всего, Ашот Мусаилович, что каждый эндокринолог, Вы, по-моему, так сказали, у больного с диабетом должен искать панкреатит, а каждый гастроэнтеролог, занимаясь больным с панкреатитом, должен внимательнейшим образом изучать его эндокринный статус. Вот это, мне кажется, самое главное, что в сегодняшней дискуссии прозвучало. Спасибо. Всем спасибо.